Всем доброе утро! Всем здравствуйте, девочки, мальчики! Так, что у вас по погоде? У нас немножечко похолодало. Ну, нет дождя, солнце светит, ветер поднялся, ночью было тихо. Ну, так, чуть-чуть ветерочек, а так было тихо. Так, вроде бы, всего там лунное затмение произошло, что там сегодня ночью было, не знаю. Но луна светила очень ярко. Так, у меня завтрак. Не очень хочется, но надо позавтракать, потому что выпила лекарство, надо завтракать. Время, можно сказать, 12. Вот, я немножечко тут нанесла на лицо этот, ну, процедуры все сделала. Жду пока этот, SPF-крем питается. Поняла, знаете, как девчонки, кто пользуется SPF-кремом? Они, конечно, такие немножечко плотноватые. Я вот попросила Наташу, чтобы она мне это, ну, заказала у нее для лета более легкий. Вот как я себе сделала, подобрала, как не сразу наносить весь, там, вот надо вот как на два пальчика нанести, вот. Тогда будет эффект. И когда ты все наносишь, очень долго впитывается крем. Мне даже 15 минут не хватает. И он немножко такой белый, он же белый, и, ну, кожу немножко отбеливает. Очень долго впитывается. А я за два этапа один раз наношу, впитался, и потом второй раз вот так лучше. Ну, может, кому-то надо такой совет, девчонки. У меня сегодня на завтрак будет гречка. Вчера я ее себе варила такую, ну, типа размазни. Ну, такая, чтобы была мягенькая. И вот эти вот сосиски, которые вчера я покупала, девочки, очень вкусные сосиски, мне понравились. Кто хочет, можете попробовать тоже. Это, сказали, новинка была. Вот эти, виденские. Хорошие, девочки, прям вкусные. Я вчера ела и холодные, а я сейчас разогрела. И чай попью. Чай попью, наверное, с молоком. С молоком, но без сахара. Потому что у меня сильно крепкий заварился что-то. Хотя я люблю крепкий чай, но сейчас пока не буду пить. Вот. Сейчас я позавтракаю. Микутька уже позавтракала. Мне до Мики корм купить закончился. И сахар. Ну, я говорю, чай могу пить без сахара без проблем. Кофе без сахара нет. Я люблю сладенький кофе. Сейчас попробую сосиску разогретую, девочки. Сейчас я вам скажу. Микки, можешь тут не подстраиваться. Вчера согрешила, дала ей кусочек. Так она за мной бегала везде. Они в натуральной оболочке. Чистить не надо. Ой, вообще чудесные. Надо будет еще купить Софики. А то пока она приедет, мы все съедим. Деткам понравятся. Такие они прям сочные, нежные. Хорошие девочки. Начинаешь есть, и аппетит появляется. Что у вас на завтра вкусненького? София сегодня должна была приехать. Позвонила, говорит, мам, можно еще у бабушки на день останусь? Я говорю, ну оставайся. Вкусненько. Вчера сыр... Вот, сейчас я сыр себе порежу с чаем. Сыр здоровья. Тоже хорошие, девочки. А мне, знаете, что хочется сделать? Эксперимент, девчонки. У меня есть три вида масла. Вот, попробовать, как проводят эксперименты. Какое масло самое лучшее? Сделаем такое? Пишите в комментариях, интересно вам будет или нет. На ее ж трусит сидит. Моя зайка. Моя бубочка. Сосиски хочется? И тебе ж такое нельзя. Ешь вот так всю. Ну, мне моя любимая. Мама сказала, задай маленький кусочек. Микузь, ну, если я таким не кормлю. Скажи, я вчера дала попробовать. Ну, на, маленький, маленький. Скажи, мама, дай нормально. Я ей манехонький. Манехонький. Да, надо хоть бы пожевала. Даже удовольствие не получила. Проглотила и все, Микки. Ладно, буду я завтракать. Сбегаю в магазин. Куплю сахар. Микки корм. Все. Кушать сегодня не готовлю. Софии нет. Еда есть. Ну, такого. Мне ничего не надо. Плов есть. Я так, по-люгенькому. Может, схожу еще таких сосисок куплю. Вы тоже пишите. Петрикивки скупляйтесь. Я вам показываю, что вы потом покупаете. Хороший магазин. Мне очень нравится Петрикивка. Выбор большой всего. Есть что купить. И сырые, и колбаски, и масло. Ну, все. Копчености разные. О, яйца мне надо купить. Ну, яйца пойду куплю в Рябе. Они там дешевле всего. Яйца хорошо подешевели. Все, девочки. До включения. Кто ест, вам тоже приятного аппетита. Девочки, забыла. Нам же с вами надо еще открыть посылку. Мне подружка, знакомая девочка, прислала посылку. От кого просила не говорить. Так что не говорю от кого. Вот такая посылочка. Сейчас с вами ее откроем. Сейчас я возьму ножик. Микусика, будем открывать посылку? Будем смотреть, что нам прислали. Да? Девчонки. Смотрим. Сейчас я ее открою. Интересно. Интересно-интересно. Это гостиница. Нож уберу, чтобы Микки меня не тронула нож. Столько всего. Прям имя, я думаю, можно назвать или не надо. Так. Надо вас поближе брать. А то я далеко сижу. Красиво-красиво. Так. Вот в таком пакетике. Уже по названию, наверное, понятно, откуда вас. Ай, момент. Подождите немножко. Мне надо сбегать. Забрать еще один заказик. Сейчас мне привезут. Сейчас быстро вам начало покажу. А потом продолжим. Вот столько много шоколадок. Это для Софики. Она обожает. Спасибо большое. Приедет, будет рада. Начало говоря. Мама, не открывай без меня посылку. София. Ну, я и так вчера не открыла. Что ж я буду ждать? Такие две шоколадочки. Потом такие. Милка. Орео. Вот. Вот таких две. И вот такие две. О, это надо от Софии прятать. У нас такая сладкоежка. Она очень быстро все съест. Микуска, видела, какие шоколадки? Ты любишь такое? Нет. Сейчас, девочки, заберу заказ. И потом уже вам покажу и заказ, что я заказала еще, что мне привезли. Хорошо. Ну, для вас это будет быстро. Раз, и я вернусь. Ну, девочки, сегодня на улице похолодало. Похолодало прям в такой ветер. Ну, как, оно на солнце вроде бы и тепло, но не так, как вчера. Завтра еще обещают, еще будет холоднее. Ну, так как я вчера ходила, мне было жарко, сегодня нет. Так. Я сразу вышла и забрала заказик. Сразу сбегала по магазинам. И теперь мне никуда не надо сегодня выходить. Я вообще, девочки, домосед. Я люблю быть дома. Мне комфортно и хорошо. Ты ждала мамочку, да? Скажи, да, мама, у нас тут видео распаковка была. Ты убежала. Мне надо было заказик забрать. Коробку оставила, все побросала. Так, сейчас, девочки, продолжим с вами. Уже переодеваться не буду, продолжаем. Шоколадки вы видели, девочки. А тут, боже мой, какая красота. Так, это еще не все. Ой, спасибо за такой наборчик. Вот такой набор. Мне высылали такой набор с Германии. Очень мне понравился вот этот производитель. Я потом почитаю. Или ты мне напишешь, что это такое. Ну, что-то для тела, я так понимаю. Тут три этих. Что-то такое красивенькое. Ага, сзади тут написано, что. Ну, потом переведем. Спасибо. А вот это, девочки, боже мой. Какая. Ты знаешь, что я путешествую, часто езжу. У меня большие такие косметички. Я вам сейчас ближе покажу. Она такая красивая. Вот такая огромная косметичка. Она такая приятная на ощупь. Прям как раз для моей всей косметики, чтобы все помещалось. Девочки, какая она классная. Мягкая такая. Очень красивая. Большая, очень огромная, да, Никки? Прям такая, ух, сумочка. И в ней тоже что-то есть. Сейчас будем с вами открывать и смотреть. Спасибо большое. Мне Элла высылала тоже. А это первый был вот этот вот именно, который я рассказывала. Гель для бритья женский. Класс. Спасибо большое. Ой, боже, тут всего, столько всего. Капсулки какие-то. Наверное, капсулы. Витамины С. Витамины С. Концентрат. Витаминки С. Сейчас тебе буду писать. Будешь мне рассказывать, для чего это. Для волос или для лица. Я ж тут не понимаю, для чего. Витамины С. Их много, девочки. Все, как я люблю. Очень, очень приятно. Спасибо. Вот такие, девочки. Витамины С. Витамины С. Капсулки. Наверное, для лица. Ну, не знаю, для чего. Потом мне скажете. Потом вот такие вот витамины. А, это ретинол. Все, это сто процентов для лица. Ретинол. Это вообще супер. И то, и другое. Витамин С хорошо. У кого проблемы с пигментацией, он осветляет кожу. Вот эти капсулочки. Потом ретинольчик. Концентрат. Так. Вот такая красота. Ой, ты ты мне аж... Боже мой, боже мой, боже мой. Скука много всего. Вот. Дальше. Еще одна. Это будет одна София, одна мне. Я, кстати, когда была в Харькове, и там был такой магазин товары из Европы, где я покупала капсулы. Ой, да, капсулы для... капсулы. Таблетки для посудомойки. И вот я в этом магазине увидела вот эту вот ферму. Но там вот такого вот не было. Я еще обратила внимание, этого геля не было. Обалденный гель. Кто, девочки, не пробовал, попробуйте. Может, наши девчонки, которые сейчас в Германии находятся, он обалденный. Так, и к вот этому наборчику, я так понимаю, тоже, наверное, какой-то гель. Вот оно похоже, да? Да, я так думаю, это оно из этой серии. Такое цветочное все. Нежное, мимимишное. Так, и... И вот такой вот бальзамчик для губ. Бальзамчики люблю. Я уже, девочки, маску вот эту, которую покупала, у меня уже там скоро на дне закончится. Я не знаю, она у меня съедается быстро. Бальзамчик хорошо. Я такие бальзамчики всегда в сумочке ношу. Спасибо тебе огромное. С такой любовью собрала мне презентик, подарочки. Косметичка шикарная, шикарная. Тут внутри еще, девочки, карманчики есть. Можно там, например, там спонжики положить или ушные палочки. Ну, или еще что-то там вообще. И она такая легкая. Обалденная. Красивая. И цвет такой нежный, красивый. Спасибо. Это у меня вторая косметичка с Германией. Именно такие большие. Мне там высылала Надежда, такую тоже большую. Но она вот так как-то складывается. Там вот так надо раздвигать ее. Но она сама по себе тяжелая. Но я с ней ездила, потому что она большая, много помещается. А в эту вообще поместится много всего. Класс. Порадовала, очень приятно. София только что позвонила. Я домой иду. На улице так красиво. Сирень цветет. Все, девочки, цветет. Но руки заняты, потому что в сумке одна, вторая. Невозможно красоту запечатлить. Софийка позвонила. Говорит, ну что, ты открывала посылку? Я говорю, да. Я говорю, для тебя там шоколадки. Она, ой, хоть домой едь. Сколько, говорит? Много. Я говорю, да. На две. Я говорю, нет, шесть, наверное. Восемь даже, восемь, а я и сказала шесть. Все, спасибо большое. Все очень нравится. Вот такая, девчонки, красота. Все. Ты мне напишешь, но я думаю, это для лица. Ну, можно и переводчики почитать. Потому что тут все на немецком. Вот этот надо почитать, для чего. Это понятно. Все. Класс. И косметичка. Шикарная. Прямо все. Красивенькая. Спасибо, спасибо еще раз. Так, девочки. Ну что, давайте сразу посмотрим, что я себе заказала. Сейчас я уберу. Уберу эту красоту. Так, следующее. Микузька, смотрим, да. Наталка мне тут связала. Всегда красиво упаковывает. Все красивенько делает. Сейчас развяжу. Девочки сидит, ждет. Ты хочешь ленточкой поиграть? Ну, на тебе там. Ты любишь такое, да? Ленточку. Поиграешь с ленточкой? Скажи, конечно, мама, поиграю. Чтоб нам не мешало. Так. С чего начнем? Так, девочки. Зубную пасту взяла. У меня была красная, белая. И теперь синюю Наталка мне положила. Попробую еще синюю пасту. Вот. Красная, ну, красная и белая мне понравились. И та, и та зубная паста. Так. Потом, девочки. Это вот я вам утром сегодня рассказывала. Это я заказала на лето. Это СПФ-защита, которая легкая, которую не надо наносить повторно. Там, если долго на солнце находишься, например, два раза в день. Вот. На нее с утром все. Больше дополнений не надо наносить. Вот такая вот. Такой крем. Сейчас вам открою и покажу. Вот. Вот такой вот кремушек. СПФ-50+. Защита. В общем, защищаем, девочки, свое лицо. Так. Откладываем сюда. Дальше. Девчонки. Заказала вот такие вот патчи. Патчи под глаза. Не знаю. Я никогда не покупала. Было мне, когда-то кто-то высылал. И когда-то покупал такие. Один раз попользоваться. Это в коробочке. Это медипиловские. Медипил. Мне нравится вся продукция, которой я пользуюсь. Вот. У Наташи... Я оставлю ссылку на ее инстаграм. Потому что потом многие девчонки спрашивают, где я заказываю. Вот. И там можно подробно все почитать. Она хорошо пишет описание. Вы можете понять, что вам надо. Для какой кожи. В общем, такие патчи. Сейчас мы с вами откроем их. Посмотрим. Чуть позже. Так. Дальше. Дальше. Тут какие-то подарочки. Наталка всегда вкладывает красивые. Такие вот маленькие открыточки с цветочками. Разные. Каждый раз разные открыточки. Спасибо, Наталка. Они мне везде стоят. Так. Что-то тут у нас... Я не знаю, что это. Ты мне потом и расскажешь. Маск написано. Какая-то, может, масочка. Что-то буду пробовать. Очень хорошо, что у тебя такие вот... Ты пробнички всегда в подарочек кладешь. Можно попробовать и понять, нравится товар тебе. Ну, продукция там. Раз понравилось, можно потом в большом объеме заказать. Дальше, девочки. Так, это тоже мне Наталка в подарок положила. Это я не заказывала. Какой-то театамин. Крем. Может, гель-крем. Не знаю, лучше мне камера. Девочки, не хочет фокусировать. 15 миллилитров. Дерма. Напишешь, Наталка, или я у тебя на сайте почитаю, что это такое. Ну, ты мне говоря, потом скажешь, что это такое. И вот такую вот заказала, прям нахвалила. Все девчонки разбирают. Вот такая вот маска для лица. Ну, на ночь буду делать масочку. Говоря, очень хорошая фирма. Это все корейская, девочки. Не подделка никакая. У Наташи вся косметика очень хорошего качества. Вот. Это вот такая масочка. Так, здесь все. Дальше. Ох, красиво. Как красиво. Вот такой вот набор взяла на лето. Убираем. Наталка мне посоветовала. Красивая какая коробка, да? Такая раз. Симпатичная. Сейчас ее открою. Кручу-верчу, открыть не могу. Она тут заклеенная. Думаю, так как же она открывается. Не могу никак понять, как она открывается. Ага, все понятно теперь. Девочки. Такая красотень. Сейчас ближе вам покажу. Вот такой набор, девчонки. Это тонер. Это сыворотка. А это крем. Этот набор легкий я заказала на лето. Буду летом пользоваться. Это все с центеллой. Очень хотела с центеллой попробовать продукцию корейскую. Такая вот. Девочки, я теперь без тонера, без вообще, без всего вот этого не представляю себе ни утра, ни вечера. Каждое утро и вечер я делаю все процедуры. Прямо это... Я от этого получаю удовольствие. Вот такой тонер. Такая сывороточка. Красота. И кремушек вот такой. Набор, да, красивые девочки? И на подарок можно подарить кому-то. Вот так. Презентабельно смотрится. Кремушек лежал. Чуть-чуть сбился. Класс. Аж жалко с коробочки доставать. Так симпатично смотрится. Он хорошо подходит, у кого, девчонки, проблемная. Для всех типов кожи. Но у кого проблемная, тоже очень хорошо подходит. Ой, красота. Так, девчонки, и надо патчи открыть, посмотреть и вам все показать. Так, тут тоже мне нужен ножичек. Откроем. Наталка мне там скинула три варианта этих патчей. Ну, я почитала то, что мне подходит. Выбрала. Сейчас девочки открою. Там тут все запечатано. Такая коробочка. Не знаю, в холодильнике надо хранить или нет. Вот такая вот, девочки, тут. Такая лопаточка. Это, наверное, чтобы пальцами там не лазить, а вот такой лопаточкой доставать патчи. Сейчас вам открою ближе. Все покажу. Ух ты. И вот они патчи. Запах такой нежный-нежный. Нежный-нежный такой. Вот. Сколько их тут штук, девочки, я не знаю. Может, на коробке должно быть написано. Вот такие вот. Не знаю, надо почитать, но я думаю, написано, сколько тут штучек должно быть. Так что, может, вечером или вообще-то утром, да, наверное, патчи под глазки так раз и пошел там завтрак готовить, завтракаешь и ходишь. Сколько всего хорошего и красивого. Так, масочкой попользуюсь. Мне нравится, я перед этим заказывала такую тыквенную масочку. Мне очень нравится. Я раз в недельку делаю. Ну, можно и два раза в неделю. Ну, я раз в неделю делаю на ночь. Вот. А это вот такая маска. Буду пользоваться. И спрошу, что вот это за гель. Может, крем под глазки какой-то гель. Крем. Наталка мне все расскажет. И потом оно все запечатано. А это на лето. Прям вот когда жара-жара наступит. Ультрафиолет защита. И смотрю, я подписалась на одну девочку. Кореяночка она. Ну, она, по-моему, живет не в Корее сейчас. Она много тоже чего рассказывает. Для себя там тоже беру информацию. Там смотрю. Корейский уход за кожей. Мне очень нравится. Ну, некоторые девчонки там мне писали, что кому-то не подошло. Ну, не знаю. У всех кожа разная. Ну, мне подошло. Я вижу результат. Как меняется моя кожа. Жалею. Я уже много раз говорю, что я не начала пользоваться раньше по возрасту. Чтобы было меньше всяких морщинок и пятнышек на коже. Ну, это все убирается. Все лечится. Я довольна. Но только надо делать это регулярно. И все делать в комплексе. Не так, что ты купил один крем и просто намазал лицо кремом. Нет, девочки. Надо обязательно вот это... Сколько там этапов. Ну, хотя бы обязательно умывать. Очищать кожу. Это очень главное ее очистить. Вечером, вы знаете, я гидрофильным маслом очищаю кожу. Пенка для умывания. Обязательно. А утром просыпаюсь только пенкой для умывания. Умыла лицо. Все равно за... Ну, ночью все равно. Кожа там где-то пожарнела. Вот этот себум выступает. Лишний жир. Это все смывается. И когда вы наносите после вот этой... Когда вы умылись. Ну, вот кто пробовал уже. Вот. У вас кожа становится... Ну, вот она прям такая очищенная. Вот она прям аж скрипит. Ну, такой. И потом сверху, когда ты наносишь тонер, это вообще, мне кажется, кожа твоя пьет, 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 питает. Всю вот эту вот водичку в себя впитывает, увлажняет. Ну, чтобы ваша кожа была напитанная. Напитанная. Вот. У меня очень сухая кожа. Сейчас я этого не замечаю. Мне кажется, все выровнялось. Нет у меня такой, чтобы она... Ну, жирная она у меня никогда не была. Вот. Нету сухости. Вот. Я как помню, у меня всегда нос шелушился. Вот тут где-то что-то шелушилось всегда. Ну, вот. А сейчас такого нет. Кожа увлажненная, хорошая, напитанная. Вот. Ну, надо это все делать регулярно. Не так один раз в недельку вы сделали. Это надо делать на постоянной основе. Но для меня это не тяжело. Если раньше я ленилась, вот так прямо говорю, ленилась. Ну, могла умыться. Косметику я всегда, никогда на ночь я не оставляла. Всегда умывалась. Никогда не спала накрашенной. Вот. Ну, умылся. Могла кремом своими не вея, даже не помазать лицо. Ну, умылась и умылась и пошла спать. Да. Это очень... Особенно с нашей водой, которая очень жесткая. Кожа думает, боже, боже. Сейчас говорит спасибо. Спасибо, что буду пользоваться. Хотела понюхать. Тут тоже все запечатано. Милочки. Ладно, пока оставлю. Это я на лето взяла. Ну, вот, как только начнется, прям жара-жара, буду пользоваться. И наборчик такой, он не очень большой. В дорогу с собой можно брать. Еще у Наташи мне понравилось есть наборчики. Вообще, те, которые вот у меня в больших объемах. А они тоже в таких вот красивых коробочках миниатюрки. Ну, это с собой в дорогу куда-то брать. Ну, вот это, конечно, намного меньше, чем мои сыворотки такие большие. И то я с собой, когда ехала в дорогу, все брала. А теперь у меня есть супер большая косметичка. Теперь я вообще могу две косметички все сложить и взять с собой. Хотя раньше так не делала. Приезжала и у Ани там каким-то кремом пользовалась. Даже Аня мне всегда ругала. Я могла умываться мылом, жидким мылом. Она говорит, мама, так нельзя, кожу нельзя. Бери молочко там какое-то умываться. Ну, что ты хотела до мамы? Ну, иди, моя Бубочка. Сказала, девочки, здрасте. Я к маме хотела. А то мама на меня внимания не обращает. Понюхай, понюхай, порассказывай. Хороший день, хорошее настроение с утра. Посылочка, заказик приехал. Погода хорошая. Живы-здоровы тоже замечательно. Микки, не шатай мне штатив. Все прекрасно. Все прекрасно, девочки. Чувствую сегодня себя лучше. Продолжаем лечение. Вышла только что в магазин, соседку встретила. Она говорит, иду мясо покупать. Рита, привет тебе. Говорит, борщ буду зеленый варить. Я говорю, ой, говори мне про тот борщ, а то мне от него плохо. Ну, я сама знаю, что мне может быть плохо. Но оно, знаете, как раз на раз. Раз пронесет, раз не пронесет. Но этот раз не пронесет. Ладно, нормально. Чуть-чуть посижу, попридерживаюсь на диетке. Чуть-чуть так жареного, копченого, соленого не поем. И будет нормально. Я уже с этим привыкла, потому что я уже много лет, не знаю, больше 20 лет у меня эта проблема. Ну, она как-то не вылечивается, просто залечивается. Ну, просто придерживаться питания. Конечно, мы грешим и едим тоже. А еще и картошку девочки жарили с салом. Это же тоже удар по поджелудочной. Ладно, все, тогда я с вами прощаюсь на сегодня. Пойду сейчас в сумке разберу. Я там мясо купила. Мясо, сахар купила. Вчера заходила, говядина была не очень такая симпатичная. Сегодня зашла, такая хорошая говядина. Такие говядинки купила. И этих крылышек купила. Что-то мне хочется, я, может, даже сварю себе сейчас крылышки. Отварю и просто как мяско поем. Я люблю крылышки. Сумочку разобрать. Потому что пришла, кинула, пошла съемкой заниматься, девочки. Сахара купила. Ну, сахара купила. Только я не спросила, почем она сахар. Ничего я не спросила. Не спросила. Кормники купила. Оптимил покупаю. Тут спрашивает иногда. Оптимил индейка. Ну, Микки ест только такой. Это для щенков, девочки. Ну, вот такой она ест. Другой не ест. Крылышки. Крылышки купила. Полтора килограммчика. И говядина. Мякоть. А говядина по 255. Или 250. А крылышки... Почему же крылышки были? 88, по-моему. Или нет, или 68. Девочки, я не помню. У меня спрашивали там, сколько вам примерно выходит денег на месяц на продукты. Девчонки, я даже не считаю сейчас. Знаете, что? Цены каждый день меняются. И оно как-то... Ну, пошел в магазин. Вот, что надо тебе, то и купил. Того-того купил. Я не записываю, что купила. Смотрю по продуктам. Закончилось то-то, то-то. Пошел, купил. Не считала, честно, сколько в месяц выходит. Да, наверное, дофига. Много выходит, девочки. Если приходишь, там, на тысячу гривен купил, а смотреть не на что. Это так, вот я с Аней разговаривала. Она говорит, ну, так и есть. Магазин пошел туда-сюда. Раз-два. И нету. Мяса тоже много не набираю. Раньше я покупала мясо, затаривала. Вот зарплату дали. Купила полную морозилку мяса. Там того-того. Ну, разного. Сейчас, вот эти полгода, наверное, не покупаю. Потому что часто свет отключали. Потом он, ну, то растает, то замерзнет. Потом у него запах неприятный, как староватым таким отдают. Вот так, купила немножко, подкупила. Съели, потом еще еду покупаю. Сейчас морозилку не забиваю вообще. Так, Микусечка, я смотрю, мне надо чехольчики на диванчик одеть. Да, зайка? Да. Надо чехлы сейчас достать, понадевать, затереть диван, потому что мне тут Микки немножко его вымазала. Надо чехлы надеть, чтобы она мне не вымазывала диванчики. Думала, думаю, может быть, у нас есть жених. Ну, девочки, не знаю. Такое время я боюсь Микки сводить. Знаете чего? Ну, сами понимаете. Вдруг что-то начнет страшное происходить. А ты, вдруг она рожать в этот момент будет. Вдруг эти маленькие щенки, куда бежать? Ну, это ответственность большая. Так что, Микки, мы снова в пролете. А так бы зрители купили бы тоже щеночков. Таких бы холюсеньких, как ты. И холюсеньких, как ты, да, девочка. Сегодня Оля должна забрать тоже маленького щеночка. Она нам потом напишет в комментариях. Да, маленького Йорка. Сегодня зрительница наша заберет. Оля, ты спрашивала о Мике. Мике мы покупали, по-моему, у Мике было два месяца. И вес я ее не помню. Но я почитала в интернете, что нормальный вес ты забираешь. Но, правда, маловато, что месяц и сколько-то там дней. Микусь, ну, не надо открывать зубочек. Не надо. Так, потому что надо, видите, вымазала. Еще вчера хотя я думаю, надо одевать чехлы на диван. Сейчас я позатираю это все. Надо мыться хорошо. Ну, скажи, мам, ну, так получилось. Так получилось. Хотелось бы, чтобы ты, может быть, и деточек маленьких родила, таких холюсеньких. Но не сейчас, девчонки, боюсь. Не дай бог, что-то с этими щенками. Ну, это очень большая ответственность. Скажи, мам, пока ты надумаешь, я уже и сталенькая буду. Ну, слышите уже? Громко. Не нервничай. Все хорошо. Все хорошо. Говори всем пока. Скажи пока. Да? Всем пока. Скажи пока-пока. А так вот тоже. Все, девочки, всем пока. В очках поснимала. Отснимали видеосъемка, прошла. Да и сразу не сняла. Вы там писали, как я написала, что... Я вам сказала, что иногда я вместо обурча ношу. Ну, а вы написали, что по этикету это неправильно. Да удобно. Что у меня тут этикет? По этикету. Раз, волосы не разлетаются. Раз, солнышко светит на глазки. А вот это ж вот эти очки мне забраковала София. Тут такая дожечка. Это я в том году покупала в Полтаве. Очки. Кто-то написал в комментариях, вам понравились. А вот я не знаю, как правильно дать очки. Чтобы брови не видно было носить или чтобы видно. А чтобы как удобно, так и носить. Да, Наташа? Софии не нравятся. Да, нормальные очки. Они хорошо. Но по форме мне у тебя другие больше нравятся. Но эти удобнее плотно сидят на лице. Нормально. Для разнообразия пойдет. Все. Всем пока.